Коллеги, добрый день! Меня зовут Башаев Алексей. Я сегодня вам буду рассказывать интересную тему по контролю движения денежных средств в 1С ERP. У нас сегодня исключительно практическое занятие, поэтому я прямо сейчас переключусь на программу, и мы в программе будем с вами смотреть поэтапно все, что хотим продемонстрировать. Так, начинаем. Довольно широкий инструментарий для управления денежными средствами, но для его полного использования необходимо сделать базовые настройки. Для этого переходим в раздел «НСЕ и администрирование», «Казначейство» и «Планирование и контроль денежных средств». Разворачиваем раздел. Здесь ставим галочку «Заявки на расходование денежных средств». Мы будем работать с ними. И «Использование лимитов». Вот это, наверное, один из основных пунктов настройки. Здесь три варианта. Не использоваться по документам лимитов расхода денежных средств и по данным бюджетирования. Мы с вами посмотрим оба варианта. Ну, оба имеется в виду по документам лимитов, либо по данным бюджетирования. Не используется мы этот вариант сегодня с вами смотреть не будем, в принципе. Для начала, так как мы с вами начнем с бюджетирования, тогда давайте и оставим эту настройку по данным бюджетирования. При выборе пункта меню по данным бюджетирования у нас появляется дополнительный пункт меню «Настроить правила лимитирования расходов денежных средств». Можно зайти отсюда, но тот же самый пункт меню будет доступен и из макета бюджетов. Давайте мы перейдем к бюджетированию и там с вами посмотрим. Но перед этим, что я еще сделал дополнительно, чтобы наше время с вами не затрагивать, не использовать. Пункт продажи, документы продажи все. Я подготовил документ продажи, реализация товара, абразивная крошка. Ну, понятно, что это очень условно. У вас будут свои товары, либо товарно-материальные ценности. В данном случае это исключительно для демонстрации. Далее, в закупках. сделал закупку той же самой абразивной крошки. Вот. И мы с вами сделаем заявку на расходы денежных средств на оплату этой закупки. И чтобы у нас денежные средства были, я сделал поступление денежных средств по реализации. Это казначейство, безналичный платеж и вот это поступление на 7 миллионов 500 по документу реализации. В принципе, мы все с вами можем сделать и весь цикл, весь сквозной пример. Понятно, что упрощен, но тем не менее мы с вами все пройдем. Итак, переходим в раздел бюджетирования и планирования. Настройки и справочники. Наверное, еще один маленький нюанс. Давайте провалимся в любой документ. Нет. В организацию. Организация. Я выбрал организацию промресурс. Вот. Еще одну настройку. Хотел обратить внимание еще на одну настройку. Банковские счета. Мы будем работать банковским счетом промресурс. Очень важная настройка. Вот. Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату. Если мы убираем, соответственно, без заявок нет возможности. Если ставим, то без заявок будет возможность проведить платеж. И эта галочка, она точно так же влияет и на лимиты. Потому что у нас лимиты контролируются по заявкам. Если мы будем делать платеж без заявки, напрямую с писания с расчетного счета, эта галочка нам позволит это сделать. Соответственно, это будет мимо лимитов. Эту галочку нужно помнить и обязательно ее контролировать. Эта же самая галочка относится и к кассам, не только к расчетным счетам. Давайте посмотрим. Казначейство. Кассы. Организация. Кассы предприятия. Основная касса промресурс. Кассы. Вот эта галочка, разрешить выдачу денег на средства без заявок на оплату. Но ее тоже нужно контролировать, потому что она очень важна. Пока ставим разрешение. Записать и закрыть. Так, вот теперь мы действительно переходим. Я лишнее закрою, чтобы она тут не мешалась. Теперь мы с вами переходим в раздел бюджетирования и планирования. Настройка и справочники. И начнем с модели бюджетирования. Это справочник аккумулирующий, который собирает по тематике. Я сделал тематику бюджетная модель 2022. В этой бюджетной модели мы и будем с вами сегодня работать. Вы делаете свою бюджетную модель. Она может быть абсолютно любая. Как по движению денежных средств, так и по доходам и расходам. По закупкам среди материалов и так далее. По выплате заработной платы. В общем, у каждого бизнеса свои потребности. Простейшие настройки. Статус действует. Если мы будем выбирать статус в разработке или закрыто, соответственно, у нас работать не будет. Статус действует. Действия на весь 2022 год. Можно делать абсолютно любой период. Хоть месяц, хоть квартал. Как опять по потребностям бизнеса. Бюджеты по организациям, бюджеты по подразделениям. Утверждать бюджеты. Для экономии времени я эту галочку не поставил. Здесь все просто. Записать. Дальше. Виды бюджетов. Вот это основная вкладка, где мы с вами будем эти бюджеты формировать. Я подготовил два вида бюджета. БДС-2022 план, где мы будем заносить плановые данные. И БДС-2022 планфакт – это отчет. В чем разница? Плановые данные. Здесь стоит галочка «Использовать для ввода плана». Соответственно, это именно плановый бюджет. Планфакт этой галочки нет. Эта форма исключительно для отчета используется. Для планфакта. Планфакт здесь настраивается несколько своеобразно. И поэтому мы с вами также сегодня постараемся успеть посмотреть и этот вид бюджета. Ну, отчета. Переходим к планированию и смотрим, что настраивается здесь. Наименование – свободное поле по потребностям бизнеса. Модель бюджетирования – это та группа, где мы находимся. Способ планирования – на фиксированный период. Период – месяц. Мы в модели с вами указали горизонт планирования – это 22-й год, весь год. С периодичностью один месяц. Дальше, в общем-то, по умолчанию здесь все понятно. Здесь нет подводных камней. Самое главное – структура бюджета. Структуру бюджета я не наполнял. Хотелось бы вместе с вами сейчас это пройти. Этим с вами и займемся. Но для начала, чтобы это у нас все работало, очень важный момент. Это у нас статьи бюджетов. Статьи бюджетов, которые необходимо контролировать и формировать. Это свободный график, свободный справочник, который вы формируете самостоятельно по потребностям бизнеса. Я использовал папочку «Основная модель», «Движение денежных средств» и статью бюджета «Оплата средств, товаров, работы и услуг». Давайте провалимся в нее и посмотрим, с чего она состоит. Наименование самой статьи бюджета, описание, это копируется в группе статей «Движение денежных средств» и аналитики, дополнительные аналитики, которые позволяют использовать статью бюджетов с различными разрезами бизнеса. И мы будем с вами использовать статьи «Движение денежных средств», возможность использовать катаргеты, договоры, денежные средства, все это и есть возможность. Мы будем пока использовать только статьи «Движение денежных средств», все остальное по аналогии. Здесь все просто. Самое главное понять процедуру, схему, как это работает. Две очень важных вкладочки. Правила получения фактических данных и зависимые показатели. Зависимые показатели я условно ввел просто для примера. Кредиторская задолженность, денежные средства. Давайте провалимся в кредиторскую задолженность и посмотрим, как она формируется. Наименование, из чего состоят контрагенты. Галочка заполнена. Договоры. Давайте провалимся в любой из них. Извините, провалиться уже не надо, здесь поторопился. Коэффициент 1, это значит, обороты по контрагенту и по договору будут увеличивать сумму кредиторской задолженности. Денежные средства, то же самое, с коэффициентом 1. Если уменьшать, допустим, задолженность должна уменьшаться, то коэффициент минус 1. Все просто. Зависимые показатели могут быть абсолютно различны. Это по потребностям бизнеса. Я в данном вебинаре их не настраивал, просто показал условно, что есть такая возможность. И ее можно использовать. Нам сегодня другие немножко задачи. Времени и так мало, поэтому время на это не тратим на зависимые показатели. Что мы настраиваем здесь? Правила получения фактических данных. Крайне важный пункт меню, потому что он необходим для отчета по использованию бюджетов, ну и планфактный анализ. Фактические данные. Проваливаемся в настройках табличной формы. Смотрим статья бюджетов, оплаты сырья, товаров, рабочих услуг. Раздел источника «Оперативный учет». Есть регламентированные международные и произвольные данные. Интересует оперативный учет. Источники данных. Хозяйственная операция «Оплата поставщику», то, что мы с вами заказ сделали. Источник суммы. Сумма к выплате в рамках лимита. Здесь есть разные варианты. Мы сегодня посмотрим отличие этих вариантов. Пока оставим сумма к выплате в рамках лимита. Правила действуют, если нам нужно ограничить. Мы не ограничиваем. И поставим так, как есть. Записать. Дополнительный отбор. Дополнительный отбор. Он очевиден, он понятен. Я использую статью «Движение денежных средств. Оплата закупки товаров». И мы ее будем ограничивать. Опять для экономии времени я по одной статье буду показывать принцип работы. Заполнение аналитик статьи. В самом начале в аналитиках статьи бюджета мы с вами видели, что выбрано 4 аналитики. И вот в этой вкладке производится мэппинг или привязка аналитики статьи бюджетов к аналитикам регистров накопления. Статья ДДС, справочник статьи «Движение денежных средств». Контрагенты, контрагенты, договор, денежные средства, денежные средства. Здесь все очевидно. Здесь тоже подводных камней нет. Все довольно просто. Записать и закрыть. Основное. Записать и закрыть. Таким образом настраиваются все остальные статьи бюджета по потребностям бизнеса. Мы сегодня будем с вами использовать статью бюджета «Оплата средств, товаров, работы и услуг». У нас в настоящий момент демонстрация уже рабочей базы. И мы в рабочей базе работаем. Для вновь прибывших. Мы сделали базовые настройки. Они не сложные. В записи, в принципе, можно будет потом посмотреть. В настоящий момент формируем бюджеты движения денежных средств. Находимся в разделе «Бюджетирование». Настройки и справочники. Модели бюджета. И вот формируем первый бюджет. Движение денежных средств. Плановый. Две вкладки. Основное. Это основное настроение шапки. И структура бюджета. Это как раз самое главное, что мы с вами должны сейчас сделать. Если кто-то знаком с этим инструментом, значит, повторением мать учения, кто не знаком, то мы с вами быстренько сделаем простой бюджет. В первую очередь необходимо указать таблицу. Это требования программы. Разные варианты. Показать в строках. Самую верхнюю. Она самая простая. Самая классическая. Создать таблицу. У нас появляется структура верхнего уровня. Колонки. У нас измерение. Период. И выбираем месяц. Переносим мышкой колонки месяц. Весь период. Либо выбранный период. Весь период. Мы с вами горизонт указывали. Плюс. Мы с вами указывали горизонт. Год. Соответственно, если мы укажем без период, у нас горизонт год и останется. Строки. Статья бюджета. Мы с вами оговаривали, что основная модель и статья бюджета оплата среди товаров, работы, услуг. Вот мы ее в строке переносим. Переносим в строки оплата среди товаров, работы, услуг. Но мы с вами, помните, говорили, что будем использовать дополнительную аналитику и расшифровку этой статьи бюджетов по статьям движения денежных средств. Соответственно, мы с вами еще одно измерение делаем аналитика. Аналитика и статья движения денежных средств. Переносим ее в бюджет. Фиксируем назначение. Да, у нас оплата товаров. Оплата закупки товаров. Я ограничиваю количество для экономии времени. Вы, в принципе, делаете, естественно, широкий полный бюджет. Аналогично этим операциям. Так, мы с вами создали, в принципе, создали структуру бюджета. Можем проверить вид бюджета. Ошибок нет. Окей, замечательно. Посмотреть вид, как он выглядит. Февраль. Ничего страшного нет. В настройках мы с вами сможем увеличить до года, выбрать, сформировать. Заключаем настройки. Вот они у нас помесячно. Но предлагаю длинные не делать. Нам достаточно посмотреть в январь, февраль, март. Чтобы не слишком широкий был и не загружать экран. Сформировать заново. Так. Я, по-моему, опять в зале ожидания люди. Так, я приглашу. И двинемся дальше. Бюджет простейший. Из одной статьи оплата закупки товаров. Январь, февраль, март. Все замечательно. Мы посмотрели вид. А теперь давайте создадим экземпляр бюджета. Нажимаем на кнопочку «Создать экземпляр бюджета». Сценарий. Выбираем сценарий. Основной помесячник, который мы с вами и планировали. Организация у нас. Пром-ресурс. Подразделение. Ну, давайте вот торговое направление выберем. Период. Период у нас январь, февраль, март. Давайте так сделаем. Выбирайте. Так. Люди подходят, поэтому меня будут периодически приглашать. Записать. Бюджет. Январь, февраль, март. Давайте мы дифференцированно ведем цифры. Январь у нас короткий месяц. Давайте условно 5 тысяч. Февраль. 10 тысяч. Март. 12 тысяч. Чего-то там. Ну, у нас в рублях. Пусть будет в рублях. Записать. Провести. Мы с вами сформировали плановый бюджет. Вот. Он готов. Сформировали плановый бюджет. Экземпляр бюджета. И мы, в принципе, можем посмотреть отчеты. Движение документа. Сформировать. Сам регистр. Движение документа. Экземпляр бюджета. Вот сумма цифры, которые мы указывали. И сумма в управленческой учетовании. Если я правильно помню, то в долларах. Не очень важно. Это два техпроцесса. Два техпроцесса. Так, коллеги, был вопрос? Или это просто случайное включение микрофона? Честно говоря, я не понял вопроса. Если вопрос, повторите, пожалуйста, еще раз. Молчание, значит, случайное. Итак, мы с вами сформировали экземпляр бюджета. Но помните, у нас два варианта бюджета, вида бюджета. Еще план-факт, который мы будем использовать как отчет. Давайте его сформируем. Здесь в шапке близко аналогично. Единственное, только мы не ставим галочку. Все остальное, как и в предыдущей модели. Структура бюджета. Начинаем с таблицы. Измерение, период, месяц, колонки. Все периоды, да. Настройки у нас будут формироваться по-другому. У нас в измерениях мы ставим статью. То же самое в этом плане. Движение денег и средств. Оплата следового услуг. В принципе, мы расшифровку по аналитике можем в данном отчете не ставить. Нам немножко... Почему-то все русские делают эту ошибку в английском языке. Когда мы что-то не понимаем, мы сразу говорим what? У кого-то включилось. Уважаемые коллеги, вашему вниманию небольшой видеотренинг, тренинг, посвященный интеграции 1С ERP и 1С документа оборотов. В этом видеотренинге я буквально немного расскажу основные моменты. Я не понимаю, что... по тому, каким образом мы... Давайте я на всякий случай... Что-то меняет. Я вообще выключил интернет. Так, ну вроде бы затихло. Не знаю, что это было, но не суть важна. Коллеги, если все в порядке, у всех плюсики поставьте, пожалуйста. У меня пока никаких дополнительных шумов нет. Я готов. Плюс есть. Я переключаюсь на нашу демонстрацию. Нам необходимо в данном виде бюджета измерение сценария. Вот я его перевожу сюда. И выбираем фиксированное значение. Добавить, показать все. У нас основная модель, основной помесячный план. Но этого недостаточно. Необходимо добавить еще, показать все предопределенные сценарии, исполнение бюджета и фактические данные. Исполнение бюджета. Ну и фактические данные, они уже здесь высвечиваются. Я их добавляю. Замечательно. Мы с вами сделали исполнение, формирование бюджета. И, в принципе, мы можем его уже использовать. Но для использования фактических данных и исполнения бюджета нам необходимо сделать до настройки в статье бюджета. Оплата среди от товаров, работы, услуг. Давайте мы с вами запишем, проверим, все ли в порядке, ошибок нет. Окей. И проваливаемся в статью бюджета. Получение фактических данных. Вот эта вкладка очень важна. Давайте посмотрим. Фактические данные. Мы с вами уже это смотрели. Но, тем не менее, лучше еще раз проконтролировать. Оплата поставщику. Сумма. Источник. Сумма. Сумма к выплате в рамках лимита. Все замечательно. Дополнительные отборы по статье движения денежных средств. И мэппинг. Значение. Все здесь работает. Все хорошо. Записать и закрыть. Исполнение бюджета. В чем разница фактические данные и исполнение бюджета? Исполнение бюджета – это заявки на расходование денежных средств, в которых указаны суммы. То есть, это некое резервирование лимитов. А фактические данные – это то, что уже использовано. У нас заявки могут быть зарезервированы, но не все использованы. Более того, у нас заявки есть возможность их еще и разбивать. То есть, оплачивать частично. Соответственно, у нас довольно быстро начнет расхождение между исполнением бюджета, то, что заявлено в заявках, и фактическими данными. Соответственно, это исполнение, изменение и расхождение будет отражаться в отчете по использованию лимитов. Принимаем опоздавших. Коллеги, подключайтесь. Мы с вами проверили. Настройки фактических данных и исполнение бюджета у нас уже сформировано. Поэтому здесь совершенно спокойненько завершаем редактирование. Все у нас в порядке. Записать и закрыть. Теперь, для того, чтобы мы смогли посмотреть отчет, нам необходимо сделать заявку и, по возможности, используем оплату. Давайте мы с вами сейчас это все и сделаем. И переходим уже к рабочим документам, к фактическим движениям. Но перед этим давайте еще настроим лимиты расхода денежных средств. Помните, при базовых настройках, когда мы выбрали лимиты по бюджетам, я говорил, что есть вход из базовых настроек, но также из модели бюджетирования. Вот они. Эта модель бюджетирования. Я ее сделал уже предварительно. Но давайте посмотрим, из чего она состоит. То есть делать просто, нажали кнопочку «Создать», выйдет форма вот такая же точно. Здесь нужно просто сделать заполнение. Периодичность. Месяц. Сценарий. Основной помесячный план. Мы с вами это уже видели. И, как я говорил, я использую только статьи «Движение денежных средств». Вам программа позволит, предложит выбрать все необходимые аналитики. Будут возможность проставить крыжики вот эти до запоминания. Я поставил пока статьи «Движение денежных средств», поэтому у меня один крыжик этот и стоит. Записать и закрыть. Все, мы с вами сделали и настройки по лимитам. Теперь все данные, которые мы в первый экземпляр бюджета ввели в плановый за январь, февраль, март. Эти данные являются одновременно, кроме плановых, еще и данными по лимиту. В пределах этих сумм программа будет контролировать расходование денежных средств. Как это происходит? Переходим в раздел «Казначейство». «Заявки на расходование денежных средств». И вот я сформировал предварительную заявку через «Создать». «Заявка на расходование денежных средств». Здесь все просто, то есть оплата поставщику, извините. Вот оплата поставщику выходит в такая форма, которую я сделал в преднастройке. Давайте посмотрим. Операция оплата поставщику. Дата платежа сегодняшняя, 18-я. В любой форме платеж. Неважно, это мы делаем заявку. Извините, люди все подходят. Так, подразделение. Подразделение, заявитель в валюте платежа. Сумма 2 900. Нам оплатить нужно больше, но я условно взял 2 900 абсолютно с потолка снятая сумма. Неважно. Вы берете свою сумму, которая вам необходима. Получатель, корпорация, ВТ – это компания, которая нам отгружает, где мы покупаем. Здесь все просто. С этим документом проблем особых нет. Здесь все очевидно. Расшифровка платежа. Мы можем сделать без разбиения одной суммы, можем сделать списком. Тогда у нас появляется табличная форма. Мы можем делать список. Более того, этот список может различаться по договору, может отличаться по сумме, по ставке НДС, только не может отличаться поставщик. То есть мы с одним контрагентом работаем, а договор и налоговая ставка и сумма, они могут меняться. В настоящий момент у нас без разбиения одной суммой. Здесь все просто. Давайте попробуем провести этот документ. Посмотрим, как будет работать лимитирование. Общее превышение на 2,890. Можно списать 10 тысяч рублей. Давайте смотреть, в чем дело. Заходим в бюджетирование. Настройка исправочники. Наша модель. Лимит расхода денежных средств. Совершенно напрасно я сюда побежал. Мы же уже с вами ввели бюджет, экземпляр бюджета. Вот, экземпляр бюджетов у нас есть, и мы ввели с вами очень маленькую сумму. Это не мой экземпляр бюджета. Тестовая база, поэтому давайте мы сейчас быстренько... Вот он нашел вас в ра. Так, у нас февраль. Мы очень маленькие суммы с вами поставили, поэтому у нас лимиты и не выводят. А там 2 миллиона 900. Давайте поставим 5 миллионов. Я как-то слишком поскромничал. Бизнес-то серьезный, а я в тысячах. Вот, ну, январь 2 миллиона. Записать, провести. Пока не закрываю. Заявка на расходы денежных средств. Мы с вами исправили лимиты. Давайте попробуем провести еще раз. Все, у нас с вами все прошло. Посмотрели, что контроль лимитов работает. Мы заявку с вами провели со второго раза, только после того, как увеличили лимиты. Так, теперь давайте посмотрим отчеты. Лимиты расхода денежных средств. Итого. План факт. То есть план 5 миллионов. Сумма фактическая 2 900. Сумма фактическая имеется в виду сумма, которая была зарезервирована, заявка на расходы денежных средств. Это не фактическое списание. Так, и остаток. 2 миллиона 100. Все правильно. Не к чему прибираться. Да, слушатели мне помогли. Мечте, спасибо. Лимиты с вами установили, они работают. Теперь давайте посмотрим, как у нас заявка отрабатывает. И нужно нам с вами провести через платежный календарь и через оплату. И посмотрим, как у нас будет работать план фактный анализ. Этот счет очень важный. Так. Заявка. Что-то я куда-то не туда вижу. У нас статус нужно поменять. Статус на коплате. Дело в том, что в 1S ERP механизм визирования, он такой несколько упрощенный. Если мы хотим сделать серьезный, электронный, то необходимо сопряжение либо с 1S документа оборотом, либо перейти на 1S ERP PUC, которая сопряжена с управлением Холвилла. Там серьезные уже инструменты по визированию электронные. В данном случае мы руками переводим. И видно внизу сразу лицо, которое согласовало эту заявку. В данном случае Орлов. Орлов Я под этим именем. Сейчас нахожусь под этим пользователем. Коплате. Проводим. И переходим с вами в раздел. Казначейство. Платежный календарь. Платежный календарь. Так. Обновляем. Промресурс. Так. Платежный календарь. 18 число. Вот они. Так. Нужно найти нашу сумму. Сейчас мы ее с вами найдем. Извините, вопрос. Сумма списания не распределена. Висит. Возможно. Мне спасибо. Помогают. Так. Заявка. Мне здесь не нужно. То есть, в принципе, ничего не должно. Здесь все должно работать. Если это имеется в виду, то да, согласен. Ее нужно перенести еще на счет. Коллеги. У нас вписание на распределение. Вот наша заявочка появилась. Минус 2 900. Внизу в табличной форме мы мышкой должны перевести, перетащить ее на тот счет, который будет использоваться. Для нашей организации несколько счетов. Мы используем промресурс. Вот здесь видно остаток 900 тысяч, да. А у нас 2 900 000. Вот сейчас мы с этим с вами поработаем. И с платежным календарем. И этот будем счет использовать. Вот эти счета, это для госконтрактов, соответственно, нам не позволят использовать эти счета. 2 900. Мы переносим на этот счет. Расшифровочка. Вот она. И мы сразу же видим, что у нас не хватает денежных средств для оплаты этого счета. Что можно делать? Здесь вариантов несколько. Люди все подходят. Вариантов несколько. Первое – это разбить. Это платежный календарь позволяет сделать. Перевести на другой счет, на другую дату. Как это делается? Контекстный меню правой клавишей мышки. Я открываю на заявке контекстный меню. И здесь смотрю, что нам нужно. Перенесли на следующий день, на предыдущий день. Ну, в данном случае давайте мы с вами разобьем эту сумму. У нас там 900 тысяч, маленький хвостик. Давайте 900 тысяч мы оплатим сегодня. Все остальное мы как-нибудь в следующий раз. Почему у меня не разбилось? Давайте еще раз попробуем. 900 тысяч. Дата. 18 число. Окей. Что не сработало? Что-то не сработало. Так, еще раз. Дата оплаты. 18 февраля. Давайте 800 тысяч. Окей. Так. Так. Забавно. Честно говоря, не очень понимаю, почему так. Так, коллеги, у кого есть мысли, помогайте, в чате что-нибудь появилось. Не понимаю, в чем так чат. Давайте. Давайте попробуем на другую дату. Я вроде так и делаю. сумму. 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 Так. Перенести на следующий день. Давайте перенесем на следующий день. Так. Разбить. оплату. Сумма. Сумма. 2 миллиона. Дата 19. Окей. Так, коллеги, ну, начинаю немножко, видимо, нервничать. Где-то я не замечаю, почему она не хочет. Простейшая операция, она прекрасно работает, но не сегодня и не у меня. Миллион раз это делал, но не понимаю, в чем дело, почему она не хочет сегодня. Начинаю нервничать, видимо, уже. Искать везде 2 миллиона. Так. Здесь нигде нет. Здесь нигде нет. Так, мы с вами сделаем по-другому. Вам придется поверить на слово, что там это работает. Это я где-то немножко неправильно делаю. Где-то, видимо, нервничать. Мы с вами сейчас изменим сумму. В этих 800 тысяч. Оставим. Вот. Провести. Давайте провести и закрыть. Перейдем в платежный календарь. Мы с вами его обновим. Так, чат. Ну, да, уже спасибо за подсказку, за поддержку. Но я уже сделал немножко по-другому. Поэтому. Взял ожидание, почему-то не хочет приглашать. Немножко по-другому. А. Я, наверное, не. По-плате не поставил, нет. По-плате. Так, заявка. Так, что. Сейчас быстренько закрою лишнее. 800 тысяч записать. Так. Платежным это из-за платежного календаря. Я там уже распределил за 900. Его нужно отменить. Так. Ну, я же уже тут его и отменил. Уже все отменил. Вот. На таком простом моменте и так зависнуть. Мне простительно. Так. Мы с вами перевели. И нигде его нет. 2 900 нигде нет. Все в порядке. Вот. Все в порядке. В порядке. вот здесь вот распределение по счетам мне нужно это сумма 800 я могу это сделать через платежный календарь и точно так же могу это сделать из самой заявки я про это забыл извините так мы сегодняшнее число расшифровка 800000 сейчас должно все сработать да все сработало к оплате не нужно торопиться и не нужно волноваться и все будет хорошо коллеги время заканчивается но давайте мы если у вас есть возможность послушать мы закончим до конца дойдем с вами и чтобы уже спокойно чуть больше часа это получится ничего страшного я надеюсь так платежный календарь давайте мы его с вами обновим проведите заявку заявку зашел распределение по счетам банковский счет спасибо как платье так спасибо всем извините немножко засуетился вот у нас появились эти 800 тысяч в остатке 100 вроде бы все хорошо сформировать списание денежных средств так списание денежных средств счет получателя у нас с вами будет пауз сбербанк шифровка платежа копаться вот для заявка на свои дороги все то что надо сумма 800000 все хорошо так проведено банком на сегодняшнего числа отчеты не нужно че такое бюджетирование и планирование так давайте димит расходы денежных средств посмотрим в первую очередь надо Спасибо. 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 Так, смотрим, что у нас с вами получилось. Сумма план 5 миллионов, сумма факт 800 тысяч, остаток плана 4200. Вроде бы все хорошо. Вроде бы все хорошо. Дальше нам нужно план фактный анализ посмотреть с вами. То, что мы с вами делали, этот модель бюджета, вот этот. Давайте мы с вами ее посмотрим. Посмотрите вид отчета. Настройки. Февраль. В валюте управленческого учета. Ну, замечательно. Так, давайте в валюте сценария посмотрим. Таким образом. Так, в валюте сценария немножко веселее. Что мы видим с вами? Основной план 5 миллионов. У нас с заявкой исполнения бюджета зарезервировано 800 тысяч и фактические данные исполнения 800 тысяч. Тоже все сработало. Все прекрасно. На самом деле есть еще несколько тем. Но одна, наверное, большая тема – это актуализация бюджета. Но это тянет на отдельный вебинар. В принципе, если есть интерес, мы можем в следующий раз провести вебинар по настройке актуализации бюджета. Настраивается точно так же через настройки справочников, через модель бюджета, через вот этот вид бюджета. Здесь дополнительно еще вид по актуализации. И там необходимо будет настраивать формулы. В принципе, мы можем это с вами посмотреть. А сегодня еще одна настройка, которая не связана с бюджетом, а связана с использованием документов лимитирования в казначействе. Давайте мы с вами быстренько это пройдем, посмотрим. Но нам для того, чтобы работало там, необходимо действие бюджета модели отключить. Иначе у нас лимитирование будет контролироваться по всем абсолютно настройкам, которые есть в системе. Соответственно, и в бюджетировании, и в казначействе. Как это делается? Мы просто заменяем статус в разработке, этим самым мы с вами отменяем действие бюджетной модели. И мы можем совершенно спокойненько теперь перейти в администрирование настройки, казначейство и взаиморасчеты. И здесь поменять настройку по документам лимитов расходования денежных средств. Замечательно. У нас появляются три дополнительных настройки булева. Лимит расхода по организациям, по подразделениям, ну и целиком. Я оставлю целиком. И мы будем с вами использовать этот вариант. Давайте пройдем в казначейство и быстренько сделаем еще одну заявку на расходование денежных средств. Я просто топирование через F9 сделаю дублирование. Вид платежа давайте мы сегодня. У нас там 100 тысяч, помните, да, 100 тысяч оставалось. Давайте мы эти 100 тысяч проплатим. Но сначала мы сделаем заявку побольше, чтобы посмотреть, как будут работать лимиты. Так, все остальное то же самое. Давайте вот здесь поставим, ну грубо говоря, у нас там сколько, 5 миллионов, да? Ну давайте 4 500 поставим. Запомнить. Провести. Окей. Окей. Смотрите, что мы с вами не настроили документ лимиты в казначейство, но тем не менее у нас не пропускает, все равно система работает. И бюджетирование мы с вами тоже отключили. Здесь маленькая хитрость, которую необходимо помнить и знать, в чем она заключается. В казначейство. У нас появился дополнительный пункт лимита расхода денежных средств. Пока мы не включили с вами последнюю настройку, этого пункта меню здесь не было. Он заменялся на лимит бюджетирования. Теперь он появился, мы проваливаемся, я уже сделал дополнительную настройку. Давайте ее используем. Это страшным числом, ничего страшного. Смотрите, у нас здесь нет ничего. Это значит, что абсолютно стопроцентно все статьи попадают под лимиты, под контроль лимитов. Чтобы у нас работало, давайте мы заполним статьями ДДС. Вот, и у нас, если мы ничего не ставим, значит у нас с лимитами все в порядке, и он не контролирует, он позволит нам пропустить. Давайте запомним, проведем и наша заявка на расходы денежных средств. Так, теперь давайте ее попробуем провести. Видите, провелась. Мы отключили с вами... Так, у нас сумма маленькая. Так. Ну, на самом деле она отработает. Мы отключили бюджетирование и не поставили лимиты в документ лимитов. Давайте 4 500. Записать. Провести. Видите, он точно так же пропускает. Нам нужно донастроить документ. Вот это лимитирование. Давайте найдем оплату закупки товаров. И вот здесь поставим с вами ограничения. Давайте поставим, ну, те же 5 миллионов. Те же 5 миллионов. Провести. И вернемся в заявочку. Раз проведем ее. Вот, теперь у нас лимиты работают. 4 500. Ну, так как у нас это новый лимит и прошлых фактов не знают. Давайте. 5 миллионов. 1 рубль. Вот так вот сделаем. Иди писать. Пропустила. Замечательно. Так. Оплата закупки товаров. Все правильно. Оплата закупки товаров. Не согласовано. Конечно. Согласовано. Все равно. Так. Смотрим, что у нас с лимитами. 5 миллионов. Имеет. Оплата закупки товаров. А. Хронология. От 17.02. На самом деле, хронология очень важна. Давайте мы поставим. Перевод февраля, этот месяц. Да. Провести. Так. Давайте мы сделаем, грубо говоря, 400 тысяч. 400 тысяч. Так. Давайте еще меньше, грубо говоря. 50 тысяч. Видимо, слишком много, если мы поставим. Ну вот, все сразу работает. Да. Спасибо огромное. Это действительно, я слишком большую сумму ставил в долларах. И в результате оно, естественно, проводило. Все оно работает. И второй вариант лимитирования по документам лимитов. Явку не пропускают. В принципе, вот посмотрели, главное, пробежимся. Мы сформировали с вами планфактный анализ. Это простой отчет. Плановый бюджет. Инструмент один и тот же. Разница только в галочке. Посмотрели лимиты. Установка лимитов через бюджетирование. Систему бюджетирования. И через систему казначейства. Это два взаима, ну, как бы они исключающие, но если мы бюджетирование с вами, модель бюджета оставим действующую, то они будут объединяться и эти контроль лимитов будут задваиваться. Соответственно, одну систему необходимо отключать, чтобы у вас не было потом ошибок и недопонимания. Программа очень строгая. Нужно аккуратненько смотреть. Сегодня я уже вам это несколько раз показал, что где-то какую-то ошибочку делаешь, и программа не срабатывает. Поэтому не торопиться и внимательно смотреть за заполнением всех реквизитов. Так, в принципе, если все сделано корректно, то все работает замечательно. Если интересно сделать настройку актуализации бюджета, вы, пожалуйста, либо плюсики, либо потом в письмах напишите. Если будет много желающих, мы сделаем отдельный вебинар по настроек актуализации бюджета, перенос неиспользованных лимитов на следующие периоды. Еще что-нибудь интересное я посмотрю, добавим к этой теме. Всем большое спасибо за внимание. В принципе, на сегодня все, что хотел показать. И вам еще раз спасибо за помощь и поддержку. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok